патта борчула за добрый день прежде всего спасибо большое за это интервью для телевизионного канала театр одновременно я вас поздравляю с большим успехом парижской опере вчера был триумфальный так сказать прием и спектакль в общем-то завершился грандиозно грандиозно хорошего замечательного спектакль спектакль это дон жуан опера моцарта в этой опере вы исполняете центральную партию командора и первый вопрос такой чем это спектакль вам нравится а может быть что-то в нем разочаровывает ну как вам сказать найти он мне не может понравиться потому что его не видел просто потому что на сцене меня в конце нет так что жалко конечно каждый певец хочет чтобы его партия происходила на сцене они закулись сами ну задумка режиссера такова и так что искусство требует жертв вот эту жертву вчера я преподнес как раз искусству но спектакль действительно тем интересным что очень хорошие певцы поют и дирижер потрясающий филипп жордан и вообще вот успех был действительно достойный такой хороший вот все таки я хочу вернуться к этому спектаклю вот поле бред то командор он в заключительный такой ключевой центральной сцене он исчезает в ад в огне грохо землетрясение во всяком случае на сцене происходит событие грандиозное здесь вот спектакли который поставил майкл ханеке труп командора покоится в кресле в чем шок этого сценического решения может быть в той маг надписи которая есть на маске командора знаете не вините меня пожалуйста в этом я не здесь ни при чем очень хотел я вам сказал по-другому это все увидите поставить участвовать первую очередь ну что делать когда режиссер такой это вопрос не ко мне так что это хорошо хорошо теперь вопрос к вам уже как великому певцу вашей карьере было очень много выдающихся дирижеров сейчас парижской опере вы поете спектакли которым дирижирует молодой швейцарский дирижер ему 37 лет это филипп жордан вот как в чем особенность и достоинство в том что сегодня мы видели по телевизору много его записям много очень дон жуанов и у меня есть особо хороший опыт кстати петь эту оперу потому что я первый раз и успел с караяном зальцбурге и как раз комендарь команды комендатуры и у меня я знаю этот стиль и знаете многие большие дирижеры большие я имею ввиду большие имена не могут этот стиль поймать и повердевский вот дирижирует а этот молодой человек молодой парень он прекрасно поймал как раз моцартовский стиль и это все так легко все как знаете без особого лишнего драматизма это все делалось в драматизм был как раз тогда когда он нужен был это в конечной сцене остальное все это было действительно вот по моцартовскому напомню вам 1982 год вы стали золотым призером международного московского конкурса имени чайковского имени чайковского прошло уже сколько 30 лет за это время вы сделали блистательную карьеру пели на самых лучших самых престижных сценах мира чем они отличаются эти сцены мира ничем я бы сказал знаете сцена не отличается ничем от друг друга публика не отличается везде хорошо где хорошая постановка на любой сцене везде хорошо когда публика тебя хорошо принимает потому что если ты особенно поешь для какой-то публики например для парижской а будешь плохо петь также мы возьмем во франции там тулонскому театру это ты это уже человек не искусство должен одинаково выступать и вот одинаково они чувствуют публика чувствуется одинаково знаете какое к ним ты имеешь обращение как ты к нему подготовился как ты ему преподносишь они также все отвечают и каждая сцена вот такая так что я бы не сказал что кто-то отличается больше и меньше патова теперь такой вопрос мы с вами познакомились встретились я сделал первое с вами интервью наверно больше двадцати лет тому назад в пели бориса годунова борис годунов это одна из таких центральных партий вашем очень широком репертуаре вы ее поете да и сейчас будете петь валенсии как происходит и происходила трансформация этой партии знаете борис годунов это не только моя центральная партия это мечта всех басов потому что это самое высочайшее что может хорошо исполнить вас и получить огромное удовольствие от ipad от партии я всегда говорю одну вещь что вообще раньше говорилось так что бориса надо петь где-то когда тебе 40 лет 45 а я первый раз я успел 27 лет мне это было я думаю что это правильно потому что если вокально ты можешь вокально исполнить эту партию значит чем раньше ты и начнешь тем раньше придешь к тому образу который нужен для бориса а парис а образ бориса не исчерпает вот если есть такие партии как например безе кармен там как где вот например с камильо поют свою ариу и вообще свою партию и он может сказать знаете вот сегодня я исполнил действительно можно исполнить так что вот лучше не не невозможно и вот человек сказал действительно я эту партию исполнил звуковом этом бориса невозможно исполнить до конца 100 лет если будешь петь каждую неделю бориса всегда в каждом спектакле что-то новое находишь какой-то новый характер и он никогда не повторяется и потому вот борис это что-то я счастлив что я бориса принципе на всех больших оперных театрах мира больших оперных театрах очень много спектаклей спел так что я счастлив что еще есть предстоит вот по поводу то что предстоит если партии которые вот еще так не пришлось спеть но очень хочется или те партии которые когда-то пел ну вот хочется еще раз вернуться по-новому до каждую партию ты хочешь по-новому спеть которая есть я с удовольствием появляться таких чтобы у меня была мечта у меня такой не осталось я перепел все что не хотелось и что мне не хотелось тоже но есть еще конечно партии которые я мне просто не предлагали еще но я по них не жалею потому что это не особо на интерес к ним нет вот нынешний сезон cover garden уже пел в париже сейчас поешь потом потом будет наверняка и нью-йорк будет и будет и валенсия и будет берлин и в общем я даже не знаю как вы успеваете таком жить напряженном графике петь центральной партии на что я вам скажу знаете мы уже так привыкли за 30 этом году исполняется 34 года у меня на сцене так что я так привык что если я сейчас две недели не сажу самолеты куда-то не лечу если я плохо чувствую это привычка и это счет счастье что ты человек когда служит тому делаю что ему нравится это не моя работа это моё огромное удовольствие вот такой вопрос очень может быть сложный в то же время важный вот как вы относитесь к нынешней моде на осовременивание оперных шедевров удар ниже пояса это плохо плохо отношусь ну ну надо конечно что-то модернизировать но не до такой степени как это сейчас делает самое главное пусть смысл пусть чтобы не терялся произведение смысл смысл это нельзя автора уже так переделать что что он задумал например плит прета и это переделать так что он оказывается об этом не думал вот это это очень трудно ну ну что делать сегодня такая тенденция вы знаете уже она себя исчерпала за эти коды как я занимаюсь как я пение на смысле на выступаю на сцене за эти 34 года это где-то за столами первые пять лет которые первый раз столкнулся такой постановкой был возмущен потом это все развилось развилась 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 все больше и больше а сейчас они становятся все меньше и меньше потому что публика начинает надоедать вот начинает надоедать и действительно это уже ничего нового они уже все исковерзали все на вверх на ногах поставили эти режиссеры которые хотят на себя привлечь внимание скандальными спектаклями вот это самое ужасное что скандалы они ищут какую-то такую интригу знаете а интрига в опере не очень красивый может быть это им славу приносит какой-то кавичках на эти таких а опера от этого только теряет и но это некрасиво и давайте красиво 18 мая в париже зале плиель стоится очень важное событие и это событие организовано вашим фондом расскажите об этом до фонда у меня есть я счастлив что у меня есть фонда день очень очень такой известный грузии явно она называется это что переводе на русском калибельные это помогает детям сиротам я хочу вам сказать что в грузии очень много детей появилась последнее время но за последние 10 еще с лишним лет это у нас нас и такого не было но так как очень много беженцев в самой стране каждый восьмой человек беженец и у них материка проверьез 5 или 7 детей или 10 иногда бывает тоже было у нас 14 детей у матери им негде жить и она сдает этих детей детские дома вот фонд что делает что мы делаем концерты ко мне приезжают мои друзья из россии из-за границы и мы даем концерты я привлекаю к этим концертам бизнесмена который жертвует народ жертвует деньги еще так и вот мы даем прямо дома прямо на сцене или у матери когда нету денег чтобы кормить ребенка тоже мы даем ей на каждого ребенка в каждом месячной зарплату так что таким образом за восемь лет он вернул более тысячи детей своим родителям это на это действительно очень хорошая цифра и горды этим и мы еще продолжаем потому что еще много осталось таких на детей в груди к сожалению но что я хочу вам сказать вот у нас есть концерты сейчас за границей кстати к нам приезжали такие певцы вот бесплатно как на ремонт сирот кавале катера чарели джузеппе чакумини доминго пожертвовал большое количество денег в этот фонд плачидо ферручев фурланет у меня кого кого только перенее нельзя вырисовать это друзья из москвы дима хворостовский приезжал солисты большого театра спиваков приехал один раз потом темирканов тоже вот это все это друзья фонда который целый добро и продолжает все это делать а вот 18 мая у нас будет здесь тоже очередной концерты этот концерт кстати не только детям посвящается посвящается еще 35-летию на входе на нашего патриарха как он стал патриархом в грузии святейшего нашего или второго и посвящается еще его 80-летию и вот как мы делаем этот концерт парижа и вот это будет очередной такой благотворительный концерт спасибо вам огромное за нашу встречу спасибо огромное за спектакль за вашу карьеру мы еще будем не раз с вами встречаться и радоваться вашим успехом а мне было очень приятно с вами говорить и очень рад что такой телеканал театр открылся это нам очень кстати сейчас спасибо огромное спасибо за встречи спасибо спасибо